Эй, босс, я уже устал получать игровую валюту от тебя. Выполняй ачивки и получай реальные деньги. Забирай бесплатные ежедневные награды, магические карты, контейнеры, бонус за онлайн. Найди убийцу по следам за кинолога вместе с собакой К9. Стань фермером, метаварщиком, гровером или шахтером и зарабатывай огромные деньги. Сорви куш в казино. Всё это на новом уникальном сервере Индиана РП. Вводи промокод START и получай приятный бонус. Так, тогда пока никнейм придумывает, продолжим. Мечем с лором. КОК. Мы искусственно выращенные, генно-модифицированные клоны, созданные из ДНК мандалорского наёмника Джан Буфетто. Отзовитесь, пожалуйста. Также у нас есть второстепенные противники. Это дефектные клоны, жуки, без вор смерти и СИДК. Жуки. Жуки, в смысле клопы? Всем понятно? Да. Отлично. Теперь перейдём к горячим клавишам. Есть. На клавишу N вы можете переключаться. Нужно основной и второстепенной. Что? Проверил просто. Какого? А чё? Он нормально отыгрывает вот лок, который... Я сколько, блядь, ржу? Я как будто сейчас на уроке с корешем сижу, и мы какую-то хуйню придумали. И с неё еле-еле не можем заржать. Клавиша T позволяет вам выбрать радиус своего голоса. Позволяет открыть колесо с анимациями, и когда вы нажимаете на слово, вы будете, как бы, производить эту анимацию. Честь, руки за голову, и так далее. Скажи, что такое? Я тебе просто ручники посажу, и ты не будешь к МБ проходить. Ты нанимаешься и нажимаешь букву Е. Какую букву? Е, английскую. Да, ну, за что? Не надо, пожалуйста. Я извиняюсь, а кок будет с нами или нет? Нет. Кок у меня всегда с собой. Который вот тот внаручил. Сложду, отыгровка от третьего лица, пишется с заглавной буквы и с точкой на концерре. То есть вот так вот, под шлемом клоуна. Я перебью, извините. Это мы знаем, мы с Дарк РП пришли, мы, то есть не последние люди в РП отыгровали. Ну, просто, чтобы вы правильно оформляли писали, с вашими сложду, мне нужно было объяснить всё-таки. Ну, да, там нас научили. Сложили, старосудующими как. Вот есть же старослужащие, а они тут как, они тут процветают? А что? Ну, там тапки принести, всё по дому. А, дедовщины нет. Дедовщины нет. А кадетам разрешено, что заточиной заниматься? Никак нет. А вилкой не заставят? Так, всё-всё-всё, прекратили. Давайте я вам дорасскажу, и вы потом просто, я вам вопрос задавайте, и я доставаю. Вот смотрите, тут же надеюсь, не как там бандитов, не поинтересоваться, а можно просто изменить и спросить, а то там не любят, когда спрашивают. Не понял вопрос? Давайте, всё поговорим. Я могу попробовать более понятно объяснить. Вот, когда человека что-то интересует, он обычно спрашивает у людей, а вот у бандитов, они говорят не спрашивать, у них мужа спрашивают с лохов, а говорят поинтересоваться. У нас тут нет бандитов, товарищи, есть бандитов военный объект. Так, всё-всё-всё, давайте вам просто... Сука, он его тоже уже пробивает, пожалуйста, кто мы такие... Разрешите стать в строю, виноват, виноват, не надо, пожалуйста, всё-всё, извините. Клоп пришёл. Сставай их в той стеночке, назови, пожалуйста, наших союзников и врагов. Наши союзники республика, а враги это дефектные клоны и все, кто с ними как-то взаимно. Ну, то есть те, кто настроен к нам враждебно и не располагает целью, как-либо нам помогать и сопутствовать нашим целью. Да я забыл, я не знаю, я от себя добавил нахуй. Ну, ты вообще-то, конечно, сказал, но нужно всё-таки конкретно сказать. САД и КНС, как расшифровываются эти две аббревиатуры? Не могу знать. Назови пункты порядка пребывания на военном объекте. Нужно не обострять ситуацию. Всё? Да. Угу. голос может дополнишь? Товарищ лейтенант, ну, я просто, ну, правда, все семьи... Сука, он тоже хочет заражать, но нельзя, блядь! Семья не без урода, ты хочешь, ладно, вопрос, тогда я с ним читаю. Именно про новопранца. Кока именно и говорю, что его влияние на нас, понимаете, как ценно. Вы просто поймите, вы просто поймите, он с нами с детства, и его, ну, один раз в котёл, в чан с дерьмом один раз уронили, простите, что так выражаюсь, но после этого... неизгладимые последствия, и, как бы, ну, нужно всегда быть вместе с ним, смотреть за ним и так далее. Что? Простите его. За что? Так точно, товарищ лейтенант, я в него ещё запнулся, понимаешь? Товарищ лейтенант, разрешите обратить. Давайте будем просто честны, тут ситуация таковато, что мы, конечно, правила не запомнили, но мы будем всё соблюдать. Давайте закончим всё на хорошей ноте. На примере мы можем спокойно всё повторить в казарме. По этим правилам я, как-нибудь, скриншоты на телефоне сделал, так что я смогу проверить. И ещё я хотел... У нас в казархоте... Я также могу предложить искупить нашу вино отжиманиями командными. Мы готовы отжиматься. Да, я тоже, я согласен. Я готов. Метнись, пожалуйста, в медблок. Приведи красивую метку. Бать, а вот в эту карту можно залезть. Доступ разрешён. Блядь, закрой, закрой! А чё? Не нажимай, это ворота открывает. Давайте в КПК зайдём там. Нас палили, нас палили. Лежи, ничего не делай. Лежи, ничего не делай, молчи. Вам чё, заняться нечем? Я же говорю, врач нужен. Сейчас идти не могу. Ага. Ключи. Нам колени валят. Мы приседали очень много на КМБ. Отлично. Быстро, блядь, встали. Встали. Почему дядя матерится? Это не по уставу. Матерится не по уставу. Я думаю, можно потянуть базар. Встали, упал. О, вширику сюда. Извините, а вы доктор? Мы просто доктором живы. Нет, я не извиняю. Заходи в штаб. Ещё раз умер. С вашей стороны такие действия. Следующий раз... Эйбл, если я зайду в штаб, меня, скажем так, отругают. Поэтому я... Не появится кто-то, кто меня в проводится в... Полицев. А вошли в на день. Что сделаем? Народ жалуется на здоровье. Предполагаю, что нужно будет какого-то медика. Так точно. Ну а, после этого... Ну если ты хочешь... И вот, что ты сплетишь. Я бы не знаю... Кажется, он похож на медика. Кручится, кто удачет. Вот он. Он не медик. Так, колени... Разрешать обратить? Ну нет, не он так, не он. Куда пошел? Ай-яй-яй. Стоять. Бояца, дойдите от арсенала. Так вы же сказали стоять. Считай, как ты после этого можешь стрелять. Смотри, смотри, объясняю. Звание есть, капрал и выше. Можно брать оружие. А вы можете мне приказать взять оружие? Это я. Для... Ну, для чего? Тренироваться. Сейчас у нас не тренировки и ничего. Ты хочешь тренировку, что ли? Я хочу стрелять. Цель проведения тренировки. Отточить боевые навыки и научиться армянскому гамбиту. Бля, я только зашел, меня в угол поставили. А теперь... А теперь стоим тут 30 минут. Я сейчас засеку. Не разговариваем, отдыхаем. Отдыхаем. Пиздец. Вот ты за херней маешься с ним. Как тебе показать, что делают с уставшими? Покажите. Тебе показать, как с уставшими надо работать? Показать? Ну, давай, я сейчас возьму на себя командование. Так, рядовые точки подстроятся, бегом. Стартанули к точке, блядь. Рядовое там, это, передал командование сержанту в руку. Встаньте в строй. Да, он какой-то это... Ладно. Останавливаюсь. В здраве желаю, товарищ сержант. Мы отставились в строю стоить. Сомкнулись по правостоящему. По правостоящему. Ко мне, давайте, да, сюда, сюда, влево. От вас, блядь. Все команды от вас идут. Так вы же командуете. Если справа, то ваша справа. Все, тихо, разговоры. Ну, блядь, он командует. Мы справа от него находимся. Справа налево, блядь. Смута, блядь. Ну, товарищ сержант, понимаю, воспитательная беседа. Но первое по ПНО тоже бы соблюдать. Мало ли, наверное, берутся. А, да, 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 хорошо. Я понял. Да, будьте добры. Налево. Извините, от вас налево или от нас? От вас. От вас, от налево. Все команды от строя, еще раз говорю. Направо, налево. Направо. Направо. Блядь, ну повернитесь еще. Вы что, крутиться не можете? Нас же сейчас отпиздят. Направо. Отставить по фронту. Налево. Направо. Во. Направо. Налево. Через левое плечо. Что? Кругом, блядь. Не материтесь, пожалуйста. Отставить. Не было матершины. Ничего не слышали. Я записал. По фронту, бойцы. Еще раз говорю. Кругом вы поворачиваетесь на 180 градусов через левое плечо. Знаете, что такое 180 градусов? Самогон, товарищ сержант. Отставить. Не смешно. Так, сейчас. Я схожу. 180 градусов. Это вот где ваша спина. Я кручусь. Вы поворачиваетесь к спине. То есть вот так. Вот это 180 градусов для особо одаренного. Виноват, и справлюсь. Отлично. По фронту, бойцы. Пиздешь в строю. Отставить. Вот. Не материтесь, пожалуйста. Вы нам говорите, вот эти все команды. А вы сами сможете их повторить? Повторю. Когда придет мое время, повторю. Налево. Мне кажется, время будет. Разговоры в строю я не разрешал. Направо. Запрашиваю вход на ванпост. Направо. Состав 1, цель, претислокация. Разрешаю. Разговоры в строю я сейчас буду наказан. У меня запросили разрешение на посадку. У тебя запрашивали. Еще раз говорю. Разговоры в строю. Налево. Блядь, сколько можно? По команде начинаем отжимания. Раз. Отставить. Встать. Принимаем упор лежа. Блядь. По команде вы начинаете отжиматься. По порядку. Раз. Два. Так. Господа. Вопрос где семецкий? Четыре. Чего показано? Пять. Шесть. Семь. Вось. Девять. А он жульничает. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Отставить. Встаем. Блядь. Отставить, говорю. Я сейчас добью подход. Еще раз повторяю. Команда отставить. У меня подход был последний перед концом тренировки. Команда была отставить. Команда была отставить. Подожди, брат. Подожди. Последний подход. Я без читинга занимаюсь, блядь. Стань, я тебе еще раз говорю. Меня удивляет, что мы тут хуйней занимаемся, но пришло со 160 240 человек уже. Блядь, как вы это смотрят? Товарищ сержант, разрешите обратиться. Давай, слушаю. Скажи, нас подставили. Доряво. Нашим тренировкам, данным нами, мною было выдвинуто решение все-таки перейти на сторону дроидов. Я тебя поздравляю, упор лежа принять. Никак нет, товарищ сержант. Повторяю еще раз, упор лежа принять. Никак нет, товарищ сержант, руки забились. Хорошо, повторяю последний раз, упор лежа принять. Мы не можем уже все, понимаете? Не выполнение команды. Рука работает. Но с руки уже не поднимаем. Руки забились. Значит, приседаем, ножки-то не забились. Приседай! Да, ножки, точно. У нас же ножки не забились, да. Садись, давай, садись со мной. Давай, давай, садись со мной. Давай, давай, раз. Ты клон цирковой или что, блядь? Встанем, строй. А вот руки у нас устали. Строй ровно, постройте. Не пиздим, это же я желаю. Да за что? Сему рядовому составу стать строй. Ха! Папа, я сему рядовому составу стать строй. Я тут троих преобучаю на метки, поэтому пока их не могу. А мы не преобучаем. Они при вас нарушают устав. Они ругаются матом, используют нецензурную брань. А-а-а-а-а. Строй на метки поверните головой и увидите пучу меток на стене. Необходим. Цирковая, блядь, я никуда нахуй не нужен. Сторг здесь, я не приказ. Можно, пожалуйста, имитатора Хокинга слева от вас убрать? Я не понимаю, что он говорит, он пугает. Выполняем физическое упражнение в виде приседаний. Товарищ сержант, у вас воздухозаборники на шлеме как-то засорились. Мы вас плохо слышим. Пожалуйста, снимите шлем, мы вас будем отлично слышать. Вы, блядь, выродки нахуй. Я не понимаю, вы меня вообще понимаете или нет, блядь. Снимите шлема все. Может у вас с ушами проблема или что? Товарищ сержант. Скрипка, шлем снять. Роди нарушайте устав. Ты в строю стоишь, рот закрой. Не нарушайте. Нет, скрипка. Скрипка, шлем снять. Панунарфай, скажите, как снять шлем? Молча. Ц, там команда, снять шлем будет написано. Хочет еще ударить, смотрите. Ц, русская. Вот, отлично. Приступить к физическим упражнениям в виде приседаний. По счету, выполняем. Спасибо. Не отжимания, приседания. Еще раз говорю, по счету. Не бей меня, я все правильно делаю. Отставить команда была. Мы заставили его снять шлем. За что? Что ты делаешь, блядь? Я приседаю. Хоть меня трогать, но. Что я тебе сделал такого? Отставить выполнение. Никак нет, появились силы. Отставить выполнение. Повторяю еще. Второе дыхание. Короче, запирай в КПЗ. Что? Они поиграли. Ура, товарищ сержант. Какое КПЗ? Крипка за то вместе. Удачи, товарищ сержант. Прочистите шлем. Мы единственные на вашей памяти, ради кого он снял шлем. Клодный, блядский. Вот, клоун. Вот, клоун. Я единственное не понимаю, о чем он говорит большинство. Слышишь, звездочка моя медийная, давай, опыск отыгрывай. Блядь, да дохуя всего. Да, он на стриме сидит и все смотрит. Сейчас в кармане, что у меня? В кармане, вообще-то, скитлс, спички и пуговица. Изъял... Нахуй тебе спички, пуговица, блядь, и скитлс. Пиздец. Перед тем, как взять наручники, нужно... Блядь, у меня спички. Обыскать его и не... Скитлс и пуговица, он забрал их, блядь. Ну, они все скитлс, банды, и у всех одно и то же. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова